приветики дорогие мои друзья подписчики и гости моего канала вы опять с Галиной Пчелка и у пчелки конечно же особое отношение с цветами поэтому сегодня опять будем делать цветы из фоамирана на этот раз это анемоны вот так они выглядят а вот так они выглядят в природе красиво правда и то самое главное любые цвета фоамирана подойдут для таких цветов долго не будем болтать поехали из интернета распечатала вот такие вот шаблончики это для одного цветка может быть и большой и маленький вот как здесь есть и большой круг и маленький круг а здесь я вырезала из двух одинаковых вот таких вот малюсеньких давайте попробуем сегодня сделать анемону из вот такого фоамирана нам нужно обрисовать вот этот шаблончик на фоамиране обводите вот что у нас получилось две такие заготовочки точно также на зеленом фоамиране обводите этот листик вот что у нас получилось нам нам нужно черный фоамиран для серединки нам нужна полосочка сантиметров 10 длину сантиметр ширину теперь мы нарезаем мелко-мелко чтобы у нас получилась вот такая бахрома кстати делаю это швейными ножничками вот такая бахрома получилась влажная салфетка я хочу слегка тонировать зеленым эти заготовочки салатовый ноготком как будто рисую камера съедает половина цвета к сожалению а вот так может может будет видно вам точно так же делаю с этой заготовочкой здесь можно подрисовать каким-нибудь я взяла вот такой вот фиолетовый чуть-чуть теперь нам нужен наш друг утюг включаем на двоечку прикладываем например два листика как раз они слегка округлятся потом складываем гармошкой и все как обычно хорошо перекручиваем придерживая у основания чтобы мы не оторвали его так мы выгоняем воздух из этого материала и истончаем листики они становятся тоньше изящнее и конечно же более натуральнее и так со всеми лепесточками все скатали утончили а теперь как всегда двумя пальчиками но очень осторожно потому что фоамиран тоненький становится очень осторожно мы его растягиваем мне нравится когда вот такая волна вверху остается поэтому я ее не трогаю растягиваю в серединке и чуточку внизу заготовочка нашего чашелистика прикладываем надулась она видите теперь мы схватили ее сложили в несколько слоев придерживаем одним пальчиком у основания а этими пальчиками перекручиваем истончаем и делаем более натуральными теперь нам нужен клеевой пистолет капаем у основания и скручиваем скручиваем в рулончик это для броши такой будет рулончик а если вы хотите интерьерный цветок то есть для того чтобы он стоял в вазочке вы должны накрутить вот этот рулончик на какую-нибудь палочку от шариковой ручки палочка либо проволочку вот такой вот рулончик у нас получился теперь нам нужен опять утюг держим за хвостик и всей плоскостью дотрагиваемся до утюга чуть-чуть вот так вот растягиваем вот такая серединочка у нас получилось все сейчас приступаем к сборке вот какой классный цветочек у нас получился теперь осталось дело за малым все готово какая прелесть как вам такой цветочек смотрите какая красота получается очень легко и очень быстро так что дерзайте друзья мои хотя наступила осень но не поддавайтесь унынию кстати напишите в комментариях что именно вам помогает осенью быть радостными мне будет очень интересно и полезно почитать с вами была галина пчелка до новых скорых встреч пока